Благодарю за внимание. Действительно, Бог милостью. И сегодня мы с вами коснемся темы, которая, я верю, что очень важна для нас, как для еврейской мессианской общины. Я приветствую всех тех, кто пришел к нам в гости из других церквей и других служений. В двух словах, что такое еврейская мессианская община? Это община, где собираются вместе представители еврейского народа, а также других народов, для того, чтобы прославить Бога Всевышнего. И фокус нашей общины в том, чтобы достигать конкретную этническую группу людей. Мы достигаем еврейский народ. И много об этом говорится, много об этом призывается. То есть, всеми возможными способами, которыми только есть, мы бы хотели видеть, чтобы Божий народ, он вернулся к своему Отцу. Аминь? Аминь, аминь. И поэтому одним из тех путей, которым мы можем идти, как мы можем двигаться, является молитва за Израиль. И для нас это не новость. И те, кто ходит на молитву за Израиль, кивают головой, говорят, да, да, говори об этом, пожалуйста, еще больше говори об этом. И сегодняшний наш разбор слова, мы будем сегодня касаться многих мест Писания, он будет посвящен именно практическим вопросам молитвы за Израиль. Многие из нас слышали что-то об этом. Ну, как бы, приводятся традиционно места Писания, молитесь, просите мира Иерусалиму, да, и так далее, и так далее. Да благоденствуют любящие его. Но, тем не менее, я верю, что если мы не разберемся в этих вопросах, то как мы сможем научить этому других людей? Я верю, что мессианская община должна быть наполнена людьми, которые с удовольствием молятся за Израиль. И если, может быть, вы не чувствуете в себе большого потенциала выходить и раздавать брошюры, если вы понимаете, что вы не особо евангелист, или не особо проповедник, или учитель, это не мешает вам молиться за Израиль. Аман? Помните такие истории про верную бабушку, которая где-то там на коленях молится, и венок, который будет в вечности намного больше, чем всех тех, кто там и делает? Я думаю, что во всяком деле должен быть баланс. Ну, то есть, с одной стороны, как должно молиться, с другой стороны, нужно что-то и делать. То есть, все равно нужны благовестники. Тем не менее, сегодня мы поговорим о молитве. И вы знаете, где-то примерно год назад, наверное, небольшой такой вот инициативной группой молитвенной мы собирались вместе для того, чтобы размышлять о том, в общем-то, о чем же нужно молиться за Израиль. И мы встречались несколько месяцев, представьте себе. И оказалось, что не так вот оно и легко соединить все основные идеи в одно послание. Потому что мы много знаем каких-то маленьких кусочков. У каждого у нас в голове есть что-то такое правильное, знаете, за Бога, за Израиль, за его народ. Но соединить это стройно вот в последовательное учение достаточно сложно. Тем не менее, Бог дал определенную благодать, и мы сегодня с вами коснемся этих вопросов. Итак, прежде всего, когда мы говорим об Израиле, мы будем говорить о нескольких ключевых вопросах, или, скажем, больших вопросах, о которых мы можем молиться. И разумнее всего начинать с каких моментов? С моментов спасения народа, правда? То есть, с этого все начинается. Мы понимаем, что без этого куда? Итак, предположим, вы собрались, взяли свою Библию, вы уединились и захотели помолиться. С чего мы начинаем? Мы открываем Библию на 2 Коринфянам, 3 главе, 14-17 стихе. И там написано следующее. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Машехом. До ныне, когда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господен, там свобода. Амин. Очень хорошее место. Итак, первая часть, или скажем, первый пункт, который мы обращаемся в молитве за Израиль, это чтобы Господь, Он снимал покрывало с их сердца. Что такое покрывало? Это то, что не дает тебе видеть этот Божий свет, да, этот свет вообще. То есть покрывало, оно, ну, оно ограничивает тебя, оно не дает тебе возможность адекватно смотреть на ситуацию, адекватно оценивать все то, что происходит. И поэтому мы начинаем, берем это местописание, еще раз, сегодня практическое обучение молитве. Берем это местописание и начинаем говорить. Святой Бог Израилев, мы обращаемся к тебе, и мы просим о том, чтобы, как подобно ты снял покрывало у апостола Шауля, апостола Павла, снимай покрывало сердец этого народа. И иногда, когда мы думаем о еврейском обществе, знаете, таком образованном, которые закончили Ишивы, закончили различные учебные заведения, которые очень-очень много знают, мы говорим, это невозможно таких людей достигать Евангелия. Апостол Павел, пример тому, что это возможно. Вы помните, когда он пришел в одно место, там, где был ученик, вы помните, что три дня он находился там, да, и он помолился за него, и написано, как будто чешуя упала с его глаз. Я верю, что сила молитвы, она способна смывать, срывать, снимать вот эту чешую с глаз образованных. И может быть, знаете, как мы говорим, этот твердый человек, но вот этот, ну точно никогда не покаяться. Послушайте, там, где мы не можем своими силами, приходит Бог сверхъестественно. И Ишуа является сверхъестественным. И мы знаем, что такие свидетельства существуют, когда Бог приходит, или ангел его приходит, и он конкретно светом своим, светом обратно же, просвещает душу человека. Поэтому начинайте молиться с этого. Господь, да будет снято покрывало сердца каждого еврея, который образован, или который может быть Амхарец, простой человек, который, ну, никогда Тору даже на еврите не читал, и, ну, просто человек. Не важно, пусть приходит свет в его жизнь. Следующее. Смотрите дальше. Вы открываете следующее место. Иоанна 16 глава, 8-9 стих. Вы уже разогрелись в молитве, вы уже понимаете, что Господь с вами в комнате, или на кухне, где ваша молитвенная, уголочек ваш, где вы молитесь, вы уже понимаете, что вот оно, вокруг вас в доме покрывало снимаются, Дух Святой действует. И вы читаете следующее местописание. И Он, то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде, о грехе, что не верует в Меня. В любой евангелизации, в любом ходатайстве, в любом предстоянии, за кого бы то ни было, например, мы периодически с вами молимся за неверующих наших родственников, нам очень сильно нужна помощь Духа Святого. Потому что Бог оставил его здесь, на земле. Бог послал его для нас, как помощника. И в этом хорошая новость для нас, друзья. Предстоя перед Богом, ходатайствуя за Его народ, мы не делаем это сами. Потому что Дух Святой, Он находится вместе с нами, Он ходатайствует за Его народ. Он стоит в проломе за Его народ. И Дух Святой – это та личность, которая стучится в сердце человека. Непосредственно Он является, можем так сказать, исполнителем Божьей работы. Поэтому мы тоже должны понимать, для того, чтобы Дух Святой взаимодействовал вместе с нами, нам неплохо бы иметь с Ним общение. Нам неплохо бы прислушиваться к тому, что Он нам говорит. И иногда Дух Святой, Он может побуждать нас каким-то действием после молитвы. Например, все же заговорить с этим соседом, который может быть очень вредный, и что-то там вытворяет для вас на вашей площадке. Но вы понимаете, что Дух Святой вас побуждает во время молитвы или после молитвы пойти к нему и поговорить. И вы можете подумать, да ладно, было такое уже, там второго, третьего дня делал, меня отсылал. Послушайте, но попробуйте сделать это после молитвы. Возможно, там что-то сейчас, во время того, как вы молились, Дух Святой начал производить. Возможно, именно сейчас этот человек вдруг ни с того, ни с сего сел и задумался о том, куда он идет, что будет с его жизнью, куда он вообще, Дух Святой придя, обличит его о грехе. И я верю, что это происходит. И мы слышим иногда вот в нашей общине, вы свидетельствуете, да, молились об этом, и после того, как помолились, я прихожу домой, и там вдруг ни с того ни с сего, мои родственники, мои дети, с которыми я не общался там столько-то лет, они вдруг позвонили и начали просить прощения. Они вдруг позвонили и начали говорить, вот мама там, папа, я была там неправа и так далее. Ты говоришь, вот это да, Дух Святой, он пришел в их сердце и постучал. Дух Святой пришел и обличил, и они вдруг, знаете, как блудный сын, он ударился у низ своей жизни, рассмотрелся вокруг и сказал, где я вообще? Почему? Зачем мне здесь находиться? Здесь столько грязи, здесь столько непонятно чего. Я пойду к отцу своему, у него там наемники лучше живут, рабы лучше живут, я просто буду работать на него и мне, и то будет лучше. Итак, мы обращаемся и говорим, Дух Святой, мы просим о том, чтобы ты касался моего соседа, мы просим о том, чтобы ты касался евреев города Одессы, о том, чтобы ты обличал их о грехе, чтобы, проходя мимо общины, они вдруг останавливались в страстном желании зайти и послушать. И вы знаете, история пробуждений, она рассказывает нам о таких случаях, когда неверующие люди, проходя мимо тех мест, где собиралась община, где собиралась церковь, они вдруг становились обличаемы, обличаемы во своих грехах. Однажды рассказывали такую историю о Смите Вигглсворте, когда он ехал в поезд, был такой очень сильный служитель Божий, Бог использовал его, и он зашел в купе, где сидело четверо мужчин, трое мужчин, он просто сел, он поздоровался и ничего с ним не говорил. Через некоторое время мужчины, которые там находились, они начали плакать. Один из них упал на колени и говорит, послушай, прости меня, я грешный человек. Ничего он не говорил. Но Дух Святой, который использовал его как инструмент, Дух Святой, с которым он ходил близко, рядом, Дух Святой, которого он знал, с которым он поддерживал близкие взаимоотношения, он производил работу. И эта работа давала возможность посеянному слову произрасти. Сотрудничество с Духом Святым – это одно из ключевых моментов или условий успешного ходатайства, друзья, успешного евангелизма еврейского, и не только еврейского, друзья, потому что здесь написано «обличит мир о грехе». То есть всех тех, кто находится в этом мире, всех тех, кто находится рядом с нами. Я верю, что это не для избранных каких-то особенных людей. Я верю, что это наша с вами роль. Просто мы с вами где-то не разбирались до конца, где-то мы не прошли туда, где, знаете, где все это работает. Иногда мы входим чуть-чуть, иногда мы, ну, только вот, знаете, попробуем этот запах из кухни, но не вкусили еще, как благ Господь. Вы понимаете, да, одно дело, ты заходишь в дом, где вкусно пахнет пирожками, другое дело, что ты попробовал, как это? Ты попробовал это на вкус. И одно дело, когда ты приходишь и видишь действие Духа Святого, и ты говоришь, ну, вот классно, ну, вот просто хорошо, но ты не попробовал это в своей жизни. Ты видишь, как Дух Святой действует в жизни других людей, но ты не замечаешь его работу у себя. Друзья, Бог открыт к нам. Бог открыт нам. Дух Святой, Он заинтересован в том, чтобы нам помогать. И когда мы молимся, когда мы ходатайствуем таким образом, Он производит то, о чем мы даже не догадываемся. Включаются такие механизмы, которые мы не можем просчитать. Ну, согласитесь, можно ли просчитать о том, как Павел, помните, тень Петра его исцеляла, Петр, он шел по улице, и тень Петра касалась больных людей и исцеляла. Это можно просчитать вообще? Абсолютно нет. Это суверенное действие Духа Святого на созидание Его тела, на созидание общины. Итак, мы молимся о том, чтобы Дух Святой, Он касался сердец евреев. Мы молимся о том, чтобы приходило обличение сверхъестественное, через сны, через какие-то обстоятельства. Если Бог хочет послать ангелов, пускай посылает ангелов. Может быть, через какие-то, ну, бывают даже через скорби Бог разговаривает. Вы знаете это, да? Что люди, которые переживают что-то тяжелое, видя поддержку верующих людей, они тоже слушают. Они тоже обращают свое сердце к Богу. Итак, следующее, что необходимо сделать, мы открываем третье место Писания. Мы открываем Деяние, 19 главу, 18-20 стих. Это очень интересная история, которая рассказывает нам о действии ранней мессианской общины. И там написано следующее. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драхам. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне». Очень важный момент. Современный иудаизм, как мы его знаем, он пропитан различными практиками, которые имеют в основе своей различные оккультные корни. Я говорю о кабале, я говорю о различных методах вычисления, писаний и так далее, и так далее. Если вы немножко только коснетесь этой тематики, вы увидите, что не все так просто. Не все так просто. Потому что это брань. Это не только брань простых людей. За идеей уничтожения, духовного уничтожения еврейского народа, стоят духовные силы. И я говорил о том, что вопрос Холокоста – это вопрос духовный. Это вопрос духовный. И мировое общество, глядя на то, что происходило во время Второй мировой войны или на других каких-то исторических вопросах, очень часто сконцентрировано именно на внешнем проявлении антисемитизма и ненависти к еврейскому народу. Но нужно понимать, что природа всего этого духовная. Духовная, друзья. Если вы поедете на сегодняшний день, например, в Аушвиц, в Польше или в любой другой концлагерь, вы увидите там интересную вещь. Люди, которых там убивали в первую очередь, они не были солдатами. Мы можем как-то у себя в голове еще оправдать вопрос того, что одна армия воюет с другой армией, захватывает в плен солдат противоположной армии и уничтожает их. Жестко, но хотя бы можно понять. Это молодые, сильные парни, которые могут отвечать, которые могут противостать, поднять восстание или что-то, что-то сделать. Но когда мы говорим о Холокосте с еврейской точки зрения, мы увидим, что большинство людей, которые там погибали, в этих концлагерях, они не были солдатами. У них было простое несчастье в их жизни, они были евреями. И в первую очередь именно по этому признаку им давалось предпочтение на смерть. Это дух, это желание уничтожить нацию, желание искоренить Божий избранный народ. Сегодня этого не происходит, и слава Богу, мы тоже должны об этом молиться, будем говорить об этом. Но вы должны понимать, что план сатаны по разрушению народа, он не прекращен. И как в 40-х годах эшелоны с евреями шли туда, в концлагеря, уничтожая еврейский народ, так сейчас эти духовные эшелоны, эти вражьи силы, они противостоят Божьему народу, введя их в разруху, введя их в ад, введя их туда, где будет погибель, где будет не просто временный какой-то огонь крематория, а где будет огонь вечный, друзья? По-прежнему сатана заинтересован. И пускай внешняя его программа поменялась, но внутренний мотив остался тот же. И мы видим здесь в этой истории, что когда Слово Божие, оно достигало, то многие те, кто занимались оккультными какими-то практиками, которые были посвящены оккультизму, посвящены сатане, они отказывались от этого. И можно было сказать, 50 тысяч драхм, это такое было состояние, можно было бы продать это, отдать на благотворительность, но они говорили, нет, мы не будем распространять это, даже если это нам выгодно. Мы сожгем эти книги, чтобы никто не мог пойти тем путем, которым мы ходили до покаяния. Друзья, и как это ни странно, но многие вещи, которые происходят, да, и обратно же, я говорю о кабале, я говорю об оккультизме, о различных таких вот самых-самых различных практик, не вдаваясь в подробности, вы можете сами просто навскидку изучить историю иудаизма, просто какие-то основные ключевые вопросы иудаизма. Вы можете увидеть, что Сатана, он обманул многих людей, обманул, обещая им какую-то власть, обещая какое-то знание особенное, и это все берет начало именно от того дерева познания добра и зла. Вы помните, что Сатана пообещал Еве, да? Вы узнаете, вы будете знать, вы будете обладать каким-то знанием, которого нет у простого человека. Иудаизм, он учит в некоторых вопросах, если ты будешь вот так, вот так, то тайное знание откроется, ты можешь узнать тайное имя, ты можешь творить такие-такие вещи, ты можешь призывать богатство, ты можешь делать это, это, это. И в современном Израиле, если вы сейчас поедете и захотите купить какой-то сувенир, я вам скажу, не так это просто иногда его купить, потому что огромное количество сувениров. И когда ты берешь его в руки, ты видишь, что там какое-то либо оккультное изображение, либо какая-то оккультная молитва, оно звучит вроде здорово, но ты понимаешь, оно не по Писанию. Оно даже на иврите написано, но оно не по Писанию. Оно противоречит в сути Божией, оно противоречит характеру Божьему, призывая такие, как удача, знаете, да будет с тобой удача, да там помрут все твои враги, там и так далее, и так далее. Звучит здорово, но это оккультизм, друзья. Звучит здорово, но это оккультизм. Итак, мы берем это место Писания и говорим, Господь, да будет разрушено всякое ярмо оккультизма в жизни твоего народа. Бог всегда вставал против идолопоклонства, Бог всегда вставал против ворожея, Он говорил, истреби всякую ворожею, истреби всякого колдуна и очись таким образом народ. И мы говорим, да будет свобода у этих людей, да будет милость Божья над этими людьми, да придет свет, Господь яви им свой смех, сними с их сердец это покрывало. Итак, и мы открываем следующее место Писания, Захария 13 главу 1-2 стих. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты, и будет тот день, говорит Господь Савов, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. И будут истреблены имена идолов с этой земли. Современный Израиль это достаточно прогрессивное общество. Это молодые люди, которые верят в самые такие, знаете, правильные вещи. И как это не печально осознавать, но идеи гуманизма, идеи, знаете, мы можем верить чему угодно, они приходят все глубже и глубже в еврейское общество. Молодые люди, которые проходят службу в армии, очень часто едут на несколько месяцев просто оттянуться в Индию, например, покурить травы где-то там, повеселиться и так далее, и так далее. Это все теряет для них какую-то такую, вот знаете, ну это всего лишь экзотика, это всего лишь какие-то этнические вещи, пускай и эти будут у нас, и эти у нас будут, и эти, и эти. И земля таким образом, она наполняется идолами. И Бог говорит, что в тот день, в день моего посещения будет днем, когда идолы, они будут истреблены. Когда не будут упоминаться имена каких-либо божеств, каких-то других башков, которым бы поклонялся этот народ, поэтому мы начинаем молиться, Господь, убери всякого идола в жизни еврейского народа. Может быть, это слава, может быть, это деньги, может быть, это какие-то физические, знаете, идолы, типа кришнаитства, буддизма и каких-то непонятных там, непонятно чего. Боже, да придет святость в Твой народ, да придет открытость для слова, да придет благословение от Тебя. Начинайте провозглашать эти места о том, что Израиль – это место без идолов, о том, что Израиль – это народ, посвященный Господу по всему лицу земли. И Бог является твердыней, основой, столпом для этого народа. Начинайте провозглашать эти вещи. Следующее, после того, как мы так помолились, мы открываем Иоиля, вторую главу, тринадцатый стих. И само по себе контекст книги Иоиля – это речь Господа к народу, где Он говорит о том, что придут скорби в этот народ, придет война, придет нечто сложное, и через это Господь стучится в их сердце. Итак, написано следующее. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии». Когда мы смотрим на новости Израиля, мы видим самые различные истории. Происходит то-то, те пустили ракету, те ответили, те там выкрали кого-то, те там снова ответили, отпустили заложников, взяли заложников, и происходит постоянно какое-то движение. Мы понимаем, что Господь, Он использует различные способы давления для того, чтобы народ посмотрел на Него. Так было всегда. Когда мы посмотрим в Танах, когда мы посмотрим Библию, мы можем увидеть, что Бог, Он говорит Израилю, послушай, я посылаю к тебе царя Ассирии, и он возьмет в плен вас, он отведет детей твоих туда-то, города твои разрушит и так далее. Он говорит, но если ты обратишься ко Мне, я все верну назад. А к царю Ассирии Он говорит, послушай, а ты не поднимай свою голову, потому что ты подобен палке в Моей руке, я возьму и об колено тебя сломаю, ты никто, ты палка. Но основной фокус Бога – обращение Израиля под давление, обращение Израиля под тем, что происходит вокруг. И я думаю, что где-то Господь допускает вот те обстоятельства, о которых мы читаем в новостях, для того, чтобы народ начал задумываться, для того, чтобы народ начал размышлять, а не стоит ли за этим Господь. Мы можем сказать, ну как же, как же, это так, ну, негуманно. Бог не гуманист, друзья. У Бога есть свое мнение, и Он не обязан Его ни с кем согласовывать, Он не обязан проводить голосование. У Него есть свой взгляд, и этот взгляд Писания говорит, что это есть истина. И Бог имеет с каждым человеком, а также народом особые взаимоотношения, использует самые разные методы для воспитания и дисциплины. Но хорошая новость в том, что Он любит своих детей, поэтому Он никогда не наказывает сверхсил, сверхмеры, не наказывает в каком-то безумном таком гневе, который просто, Он дает шанс, Он дает возможность измениться, покаяться, дает возможность быть преобразованным. Итак, мы начинаем молиться о том, чтобы Бог использовал все ситуации внутри и вокруг Израиля для покаяния Его народа. Мы говорим, Господь, да будут их сердца открыты, да будут покрывала сняты. Дух Святой, обличай их. Дух Святой, вот в этих обстоятельствах, которые они видят, чтобы эти, может быть, теракты, слухи, какие-то ситуации, о которых они слышат, они были для них поводом обратиться к тебе, не озлобиться, но обратиться, изменить свое сердце. Поэтому следующее, о чем мы молимся, это Псалом, 17, 33, 35 стих. Там написано, Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как олени, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Бог припоясывает меня силой. Мы говорим, да будет припоясан каждый еврейский солдат Божьей силой. Да будет он силен, как тысяча солдат, по сравнению с любыми армиями. Да будет благословена армия народа Израиля. Да будет мудрость в этой армии, справедливость, Божий суд. Да будет правильный взгляд. Да будет как можно больше верующих солдат в этой армии. И вы знаете, что верующие, они с удовольствием служат в израильской армии. И существуют различные свидетельства больших-больших чудес, когда Бог предупреждает, например, через сны, Бог предупреждает через видение, откровение таких вот солдат, и им удается спасать целые роты, целые отряды. Когда Бог конкретно, например, во сне показывает о том, что вот завтра вы выйдете, и ты увидишь вот такого человека, он террорист, да? И такой солдат, он просыпается, и он действительно видит, и действительно ловит этого хлопца, и действительно террорист, вы понимаете, да? Который шел, чтобы взорвать, например, что-то большое. Бог использует сверхъестественно верующих людей. Бог использует свой народ для того, чтобы хранить Израиль. То, что здесь написано, Бог припоясывает меня силою и устрояет, научает руки моей брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Бог научает. И мы говорим, да будет благословен народ, да будет благословена армия Израиля, да будет она сильна, и неважно, сколько врагов. Бог много раз так говорил, если ты пойдешь на войну, и если их будет больше, не пугайся. Приведи в порядок своего внутреннего человека свое сердце, и я дам тебе победу, и ты навсегда будешь находиться на земле, которую я тебе даю. Мы верим, что Израиль это Богом построенная земля. Мы верим, что это действительно всегда будет земля, которая всегда будет принадлежать еврейскому народу, независимо от того, что там будет происходить, и сколько большим будет голод. Итак, мы молимся в таком вот большом кусочке, да, еще раз повторяем, о спасении и преобразовании еврейского народа. Но очень важно понимать, что для нас, как верующих людей, не просто важно, чтобы Израиль был социально стабильной, защищенной и хорошей страной. В этом мире существует много хороших стран, где хорошо жить, хорошие зарплаты, колбаса по 2,50, да, и так далее, и тому подобное. Зарплата вовремя, пенсия хорошая, и все-все-все. Не в этом суть. Наше желание, чтобы еврейский народ, он принадлежал Богу, чтобы он служил Богу осознанно и посвященно. Поэтому для нас, как для верующих людей, очень важно, чтобы в Израиле, а также в тех местах, где живет очень много евреев, было много мессианских верующих. Тех, кто может достигать этот народ, тех, кто может служить этому народу. Поэтому мы молимся следующее, таким местом Писания Иоанна 17, 11. «Я уже не в мире», это слова Ишуа, «но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы едины». Итак, Ишуа молится о том, чтобы его община последних дней, она была в единстве. И мы знаем, что среди мессианских служений, которые только развиваются, которые только растут, не всегда мы можем видеть единство. Не всегда мы можем видеть единство между церковными служениями и еврейским мессианским служением. Поэтому наша следующая молитва, Господь, да будет единство среди верующих людей, да умножаются еврейские и мессианские общины. И я верю, что есть Божий план и Божья милость на то, чтобы в каждом городке, в каждом поселении были еврейские и мессианские общины, друзья, по всему Израилю. И я верю, что в этом есть Божье благословение. И есть причины, по которым это достаточно сложно сделать. И если мы будем с вами молиться против этих причин, Бог будет творить чудеса. Итак, мы говорим, да будет благословение, да будет Израиль полон мессианских верующих. Чтобы слово о Христе, оно было доступно на понятном языке для еврея. Чтобы оно было в досягаемости еврейского народа, а не просто каким-то, знаете, в древнем церковно-славянском контексте. Чтобы это было именно в том контексте, в котором народ может услышать и хочет услышать. Чтобы духовно мессианские общины Израиля, мессианские общины в общем мире, они росли. Чтобы это не были какие-то слабенькие, грубки, которые где-то там по старой памяти прячутся, потому что когда-то антисемитизм был и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы это были сильные общины. Чтобы чудеса Божьи происходили в этих общинах. Чтобы свобода приходила. Мы говорим, Боже, да будет милость над всем Израилем, да будут мессианские общины. Чтобы Бог подымал служителей, как из евреев, так и неевреев. Потому что всегда есть проблема в служителях. Иешуа еще в те времена смотрел на пшеницу и говорит, жатвы много, да? А делателей мало. И поэтому говорит, молите господина жатвы, чтобы он послал делателей. Жатва, она созрела. Люди ожидают тех, кто пойдет. Ожидают миссионеров, ожидают евангелистов, ожидают пастырей, учителей, всех тех, кто может служить качественно. Всех тех, кто может нести его волю. Поэтому, итак, мы молимся за духовный и количественный рост мессианских еврейских общин в Израиле и в мире. И мы молимся о том, чтобы Бог подымал служителей. И более того, чтобы эти служители, они были крепкими, они были сильными. Чтобы у них были полноценные семьи, в которых дети понимают видение своих отцов. Дети, которые следуют, разделяют его. Потому что мы можем видеть такое, да? Родители, они приходят в служение, но дети совершенно в другом мире. Совершенно непонятно где. И мы говорим, Господь, да будут благословенные семьи служителей, да будут благословенные их дома, да не нуждаются они ни в чем. Да будет милость, поддержка, да будет устройство, да будут они светом в школах, они будут светом в учебных заведениях, где бы они ни учились. Чтобы наши дети, они также были теми, кто несет своим поведением, своими поступками свет Божий. Аминь. Итак, уже обрисовывается немножко картина. И Писание говорит о том, что Бог, посылая верующих людей на свое служение, на служение для Него, Он говорит, я вас не посылаю просто так. Я посылаю вас таким образом, чтобы у вас было нечто, что поможет вам служить. Я даю вам дары. Что такое дар? Дар – это то, что было у Бога, и то, что Он дает человеку. Мы понимаем это, да, когда дарим подарки друг другу. Бог дает нам определенные способности, каждому из нас, для того, чтобы это делало нас более эффективными. И Писание говорит нам о том, чтобы мы ревновали о дарах. Это написано в 1 Коринфянам, 12 главе 13 стихе. Написано, ревнуйте о дарах духовных, ревнуйте. Мы говорим, Господь, следующее, что мы молимся, Божие, да будут Твои дары, да будут они сильны во всех мессианских общинах, да будет тело Христа наполнено силой, пророчествами, чтобы пророк – это не было что-то такое редкое, что-то такое, ну вот просто раз в 10 лет мы его встречаем, чтобы толкование иных языков, чтобы дар учителя, чтобы общины, они были полны учителями, грамотными людьми, которые могли бы учить, чтобы настоящее Божье пастырство, оно подымалось, чтобы пастыря, которые несут служение, это были помазанные, благословенные Богом люди. Друзья, ревнуйте о дарах, ревнуйте о дарах. Мы говорим, Господь, да будет благословен Израиль, да будет он одарован Твоими дарами во имя Ишоа Мессии. И мы говорим, да будут благословены семьи пастырей, потому что мы читаем о том, что на самом деле существует определенный уровень, определенный критерий для того человека, который несет пастырское служение. И когда мы смотрим в Писание 2 Коринфянам 6 главу с 3 по 10 стихи, там написано о том, что епископ он должен быть, диакон он должен быть. То есть существует определенный уровень. И мы говорим, Боже, благослови наших пастырей, благослови пастырей еврейских мессианских общин, да будут они вот такими людьми. Мы высвобождаем благословения, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы они не вынуждены были с утра и до ночи работать где-то на шахте, а потом с 3 до 5 утра готовить проповедь в субботу утром, чтобы служить. Чтобы они были способны слышать Бога, чтобы они были способны делать Его дела, чтобы никакой страх Он не приходил в их жизнь. Но была уверенность в Боге, была уверенность в том, что они делают, чтобы было благословение на их работе. Друзья, амэн? Хорошо. И поэтому, когда мы говорим о пастырях, когда мы говорим о служителях, следующее, о чем мы можем помолиться, Боже, сохрани их от всех тех, кто желает зла. Вообще, сохрани мессианские общины от разных анти-мессианских таких вот организаций, от групп. Мы знаем, что план сатаны, он по-прежнему действует. Мы говорим, Боже, сохрани Твой народ. Поставь Твою ограду, поставь Твою защиту, поставь Твой мир и покров. И чтобы начала для верующих людей открылась возможность репатриироваться в Израиль. Вы знаете, что на сегодняшний момент существует достаточно большая проблема для мессианских верующих приехать жить в Израиль. Ты можешь быть кем угодно с точки зрения социальной лестницы. Ты можешь верить в Кришну, ты можешь верить в Буду, ты можешь да в кого угодно. Но если ты находишься в еврейской мессианской общине, то это очень плохо с точки зрения определенных взглядов Израиля. Вы понимаете, да, почему? Потому что в их понимании еврей, который принимает христианство, он перестает быть евреем. Мы понимаем, что это на самом деле не так. И мы говорим, Боже, просим о том, чтобы снимались всякие запреты на репатриацию, чтобы верующие могли спокойно приезжать, чтобы еврейские служения могли спокойно развиваться в Израиле, чтобы не было в этом препятствий, не было вот этой твердыни. На самом деле, друзья, это достаточно серьезная твердыня. Достаточно серьезная. И пастыря мессианских общин Израиля, они рассказывают о том, что они могут видеть периодически какие-то свои портреты, расклеенные по району, где они живут, знаете, там типа, внимание, внимание, вот этот человек отвращает людей от веры отцов, позор ему, не общайтесь. Если он подойдет к вам на улице, бегите там, или там еще что-то такого оскорбительного, какого-то плана. Периодически рассказывают о таких вещах. Есть те, кому интересно это развешивать. И мы говорим, Боже, да будет мир, да будет свобода в том, чтобы мессианские верующие свободно проповедовали и служили в Израиле. Итак, две важных части спасения Израиля и становления мессианского иудаизма. Это первые две части нашей с вами молитвы. И мы понимаем, что в этом труде, по милости Божией, не только участвует еврейская мессианская община, но также участвует церковь. И мы знаем, что мы делаем одну работу. Просто видение еврейской мессианской общины это достижение конкретной этнической группы. А церковь, она направлена на все группы. Хотя мы тоже иногда знаем, что бывает цыганская церковь, да? То есть тоже достигается конкретно или корейская церковь, или бывает, ну, различная детская церковь, например. То есть там, где все сделано таким образом, чтобы, например, цыгане, которые приходят, им было здорово. Там и песни на цыганском, и служение особенным образом проходит, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, мы следующее, о чем молимся? Мы молимся о единстве между верующими из церквей и между верующими из еврейских мессианских общин, чтобы приходило правильное понимание, чтобы не смотрели друг на друга, как на конкурентов, но смотрели друг на друга, как на соработников. Иными словами, я делаю что-то, и ты делаешь это вместе со мной. Чтобы Бог разрушал всякие небожьи доктрины, которые производят разделения, такие как теория замещения, какие-то различные неправильные представления о заветах, о еврейском народе, предрассудки и всякие, любой формы антисемитизм. Друзья, Богу ненавистен антисемитизм. Вы должны это знать в любой его форме. Бог благословляет свой народ. Он не всегда согласен с тем, как он себя ведет, но он благословляет свой народ. Он благословляет. Поэтому начинайте провозглашать единство в тело Христа, чтобы Господь подымал молитвенные служения в церквях за Израиль. И мы видим, что в наше время таких людей все больше и больше. И следующее, чему учит нас Библия, это молиться за врагов. И мы знаем, что чего-чего, а этого хватает. Множество людей, они кричат, бьют себя в грудь и говорят, будет уничтожен Израиль. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, сделаем вам то и сделаем все. И это ожесточает сердца людей. Но Писание учит нас о том, чтобы мы молились. Мы молились. И Исаия 19 глава, 23-25 стих, он говорит следующее. «В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет проходить Ассур в Египет и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с Ассирианами будут служить Господу». Еще раз. «И египтяне вместе с Ассирианами будут служить Господу». «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Савов, говоря, «Благословен народ мой, египтяне, и делорук моих, ассиряне, и наследие мое, Израиль». Очень сильное место, потому что как раз здесь перечисляются именно те, которые кричат, да, да не будет мира в Израиле. Бог говорит, придет момент, когда придет покаяние в эти народы, когда придет покаяние в арабский мир. И мы должны благословлять этих людей, потому что они находятся в темноте. Мы должны молиться о том, чтобы Бог открывал их для служения, чтобы любая форма антисемитизма, она также была там разрушена. Вот эта пелена, которая сдерживает, вот эти какие-то традиционные мировоззрения, традиционные взгляды, они также были разрушены. Итак, это всего лишь один из основных таких, знаете, возможных планов того, как мы можем помолиться. Когда вы будете выходить на выходе, возьмите, пожалуйста, брошюрку, мы специально сделали ее, чтобы вы могли вложить ее в свою Библию. И там описано больше пунктов, чем те, которые я назвал сегодня вам. И там написаны конкретные места Писания. И я вас призываю к тому, чтобы вы начинали практически молиться за Израиль. Я не говорю о том, что вы обязаны вот брать, и все-все-все-все-все-все-все-все-все. Каждое, каждое, каждое. Но если для вас тяжело вообще молиться, берите хотя бы кусочек. Берите как-то, ну, вот по частям. Если вас кто-то спросит, а зачем нам молиться за Израиль? И вы не сможете ответить, откройте и посмотрите, там написано зачем. Потихонечку начинайте разбираться в этих вопросах. Есть Божья милость на преображение. Есть Божья милость на то, чтобы народ менялся. Аминь. А также, друзья, каждый вторник у нас проходят молитвы за Израиль. Об этом говорится очень много. Но, вы знаете, ходит на эти молитвы очень мало людей. Хотя это в сердце Божьем. Хотя это в сердце Божьем. Я понимаю, что иногда мы можем считать себя выше каким-то служением. Но, поверьте, это не простое служение. И это очень важное служение. Не знаете, как это делать? Давайте научимся. Не можете? Давайте будем поддерживать друг друга. Давайте будем участвовать в молитвах. Давайте будем участвовать в том действии, которое Господь производит. И вы знаете, у нас есть по-прежнему пять минут молитвы за Израиль каждый день. У некоторых наших братьев и сестер в 9 часов вечера звонит будильник. Это пять минут молитвы за Израиль. Пять минут, когда ты, может быть, где-то находясь в маршрутке, или где-то идя дорогой, или занимаясь какими-то делами, ты вот просто останавливаешься и говоришь, Боже, да будет благословен Израиль. Да будет благословен Твой народ. Я верю, что будет плод, друзья. При правильном, постоянном посвящении будет плод. Наша община, она сможет преображаться. У нас появятся новые лица. Ваши соседи, ваши друзья, может быть, ваши родственники, те, о которых вы знали, что они принадлежат Божьему народу. Они появятся здесь после того, как нечто в духовном мире будет изменено. Аминь? Давайте помолимся. Святой Господь, мы благословляем народ Твой, Израиль. Мы благословляем народ сердца Твоего. Ты держишь Израиль за правую руку, и Ты не отпускаешь их. На входе и на выходе Ты хранишь каждого из них милостью Твоей и Твоими благословениями. Ты сильный Бог Израиля. Боже, да будет снято покрывало с их глаз, да будет снято покрывало с их сердец, да придет прозрение Божие, обновление и жизнь каждому из них по всему лицу земли, да придет мир Твой на Израиль, на Иерусалим, Господь, да будут их сердца преданы Тебе, Божие, Святой. Мы любим Тебя, и мы говорим, Ты сильный Бог Израиля. Ты не отверг свой народ, как некоторые говорят, но Ты принял свой народ, Ты благословил свой народ, и Ты не оставишь его. И мы читаем в Слове Твоем, что в конце времен все будет поставлено во главу, народ Твой будет поставлен во главу гор. Гора Дома Божьего будет самой высокой. И все народы будут приходить на поклонение Тебе, именно туда, в Иерусалим. Потому что Ты Бог Израиля, Ты Машиях Израиля, Ты Царь Израиля, и Ты не отвергаешь свой народ, но держишь его за правую руку. Благословляем Тебя. И я волюся о том, чтобы Ты помог тем людям, которые никогда не молились, или не умели, или это было чем-то таким сложным, молиться за Израиль, Господи, чтобы Ты помог начать и двигаться в этом. Чтобы это было благословением для них, для их семей. Господь, высвобождай Твою благодать. Побуждай, Боже, побуждай молиться. Побуждай ходатайствовать. Побуждай вставать в проробе. Во имя Ищу Амисия. Благословляем Тебя, Боже. Благословляем Тебя, Боже. Благословляем Тебя, Боже. Любовь погралишь вновь я. Славь любого, славчила меня, Большая, как ведущего царя, Мельчая подняла меня Твоя любовь. Кто жил за поверь с небес, Кто же умер и воскрес, У вода добрать ключи, Любовь подлажившись, Большая, как ведущего царя, Славь любого, славчила меня, Большая, как ведущего царя, Большая, как ведущего царя, Печаль под ладням твоя любовь Постань, сияй Славою твоей Постань, сияй Славою твоей Постань, сияй Славою твоей Постань, сияй Славою твоей Славою твоей Славою твоей Славою твоей Ваши окна, вернущего царя, Береча любого меня, Твоя любовь. Славы, Бог, расспаривай меня, Ваши окна, вернущего царя, Береча любого меня, Твоя любовь. Славы, Бога, спасшего меня, Машииха прославленного царя. Величаю, величаю, Боже, Спасла меня Твоя любовь. Благословен Ты, Господь, Бог, Царь Израиля, Избравший нас из всех народов И благословивший нас Дожить до этого времени. Благословен Ты, Господь, Благословляющий Израиля народ свой. Благословен Ты, Господь, Бог, Милующий и прощающий, Обновляющий и подымающий. Благословен Ты, Господь, Тот, кто благословляет избранных Твоих. Над кем не дремлет и не спит Тот, кто хранит Израиль. Мы благодарны Тебе, Боже, Что мы у Твоего сердца, Что Твоя рука над нами, Что Ты хранишь нас от всего зла. Мы благословляем Тебя, Царь Славы, Благословляем Тебя, Бог Крепкий, Превозносим Тебя во имя Ишуа-Мессии, Во имя Ишуа-Мессии. Давайте все вместе. ПОЮТ Превозносим Тебя во имя Ишуа-Мессии. Мы благодарны Тебя, Царь, 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 Царь. Творюющего Царя, Перечай под миламина Твоя любовь. Высвобождай Твое исцеление, Господь. Высвобождай Твое исцеление Для каждого, кто в Нем нуждается. В духе души или теле. Высвобождай Твое исцеление, Боже, Для всех, кто в нужде. Славлю Бога, спасшего меня. Славлю Бога, спасшего меня. Славлю грядущего Царя. Величаю Тебя, Боже. Славлю грядущего Царя. Славлю грядущего Царя. Твоя любовь. Славлю Бога, спасшего меня. Славлю грядущего Царя. Славлю грядущего Царя. Твоя любовь. Славлю грядущего Царя. 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 Слава Тебе. Величаю, велика Твоя любовь. Славлю Тебя, Боже. Славлю Тебя. Боже, благослови народ Твой. Благослови каждого из нас. Да будет благословение Твое на семьях наших. Да будете вы благословены перед ним во все дни вашей жизни. Благословен плод рук ваших, труд ваш. Да будете вы благословены при входе и при выходе. Да устрояет Господь дорогу вашу. Да будет Бог вашим покрывалом. Да даст он вам от мудрости своей. И да будете вы благословены перед ним во все дни вашей жизни. Чтобы вы знали его, служили ему в радости. Да будет благословение Авраама Исаака и Якова на ваших семьях, на ваших домах и на ваших жизнях. Благословляем вас именем Божьим. Служите ему в радости. Не опускайте руки. Да укрепит он ваши колени. Да укрепит он ваши сердца. И да даст он шалом вашу жизнь. Бешем Ишуа Машейха. Амен. Амен, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok